Следующий вопрос от Василия Беляева и Николая Лаврентьева, которые просят прокомментировать отставку министра образования Ливанова и назначение его на должность спецпредставителя президента России по торгово-экономическим связям с Украиной, а также назначение на его место сотрудницы администрации президента Ольги Васильевой, которая, в частности, вот пишет Николай, занималась ролью РПЦ в истории России 20 века и до 2002 года работала в Центре истории религии Церкви Института Российской Истории Ирана и так далее. Кроме того, в послужном списке Васильевой должность главного редактора журнала «Государство и религия Церковь» в России за рубежом. Валерий Викторович, ждать ли нам теперь резкого броска образования в сторону изучения религий под видом нравственного воспитания подрастающего поколения? Ну, резкого броска не будет, хотя его попытаются сделать, учитывая, что РПЦ в результате договоренности Патриарха и Папы Римского получала в свое владение, так скажем, паству всей Европы. Она в результате Всеправославного собора становилась бы главной церковью во всех православных церквях. И все это спустили коту под хвост, не понимая, ради одного, ради того, чтобы совершить государственный переворот в интересах Соединенных Штатов. Понимаете? И вот им пошли разные там. Поэтому то, что РПЦ вообще не понимают в управлении социальных суперсистем, и РПЦ даже... Вот они что сделали-то? Вот есть такой анекдот. Алкашу достается золотая рыбка. И вот он говорит, золотая рыбка говорит, давай я исполню три твоих желания. Он говорит, море пива. Ему раз море пива. Он, о, сколько пива рыбу держит. И таранька есть. Бах! И убил эту золотую рыбку. Вот что произошло в результате участия над государственной... Вот в перевороте в России. То есть они сами обрубили себе концы. Поэтому, естественно, попытки будут. Но здесь вопрос не в этом. Значит, что касается отставки Ливанова, ну, это вот отставка Ливанова, это, что называется, вызвало всенародный праздник. Здесь, конечно, у нас не было, как в Лондоне, когда... В Великобритании, когда Маргарет Тэтчер умерла, и там все вышли на улицу праздновать, ведьма сдохла, шампанское открывали и распевали песенку. Эта песенка «Ведьма умерла» из «Волшебник страны Оз». Она у них в мультике звучит. Вот. И поэтому... А ее там ведьмы считали. Вот когда я рассказывал про Терезу Мэй, я про Маргарет Тэтчер и рассказывал положение, какое Тереза Мэй. Поэтому не надо здесь заблуждаться. И отношение аудитории, что называется, к Терезе Мэй или там к Маргарет Тэтчер. Конечно, по Ливану тоже там все праздновали, поздравляли, потому что понимали, что любой, любой пришедший на место Ливанова будет лучше. Потому что он так или иначе будет вынужден считаться уже с нынешней политической обстановкой как-то вписываться. А когда он начнет вписываться, есть возможность влияния на определенные процессы управления. А Ливанов, он был уже самоубийцем. Он служил Соединенным Штатом верой и правдой. Поэтому его и поставили на эту должность, где он и дальше будет выявлять себя и всех врагов России на торгово-экономические отношения с Украиной, которых как таковых нет. А поскольку он их будет лоббировать, он будет высвечивать всех, кто выступает против интересов России и желает, чтобы война на Украине продолжалась. Что касается нового, министра образования, не хотелось бы начинать с негатива, но, к сожалению, придется. И постараемся сделать это очень и очень мягко. Конечно, как только она была озвучена, ее кандидатура, я постарался ознакомиться с ее работами. И в первую очередь я посмотрел ее выступление на территории смыслов, которое состоялось. Очень-очень показательное выступление. Вот там она сделала такой пассаж, что называется, сеанс магии с последующим саморазоблачением. Она там обвинила большевиков во всех бедах России. В том, что большевики прервали естественный ход развития страны в 1917 году. То, что большевики прервали естественный ход развития в 1991 году. И она там рассказывала разные вещи. Что вот, она вскрывала деятельность Коротича, Огонька и других. И вот она там рассказывала одну такую вещь. Приводя цитаты из писем, она приводила цитату одного из письма фронтового 1944 года о том, как пришли наши войска в Румынию. И румыны не могли поверить, что пришли большевики. Они считали, что большевики куда-то там пойдут. И она там ставит такой вопрос. Вот вы понимаете, как правильно нужно знать историю, что вот сейчас наших солдат обвиняют в том, что они там этого не делали, что они враги России и такие-сякие. А она-то что делает? Она, возводя на праслину, на большевиков. Вот большевики пришли. Вот эти мальчики и девочки, которые освободили Европу, это были большевики, классические большевики. А она на большевиков валит все, что они во всем всегда виноваты. И что с большевизмом надо бороться. Вот в этом отношении я должен сказать следующее. Вот сейчас политический момент состоит в том, что отношение к большевикам и к большевизму демонстрирует истинный патриотизм и отношение к России. Вот Жириновский там пеной исходит, особенно 19 числа. Его целый день по России 24 показывали, прямой эфир. Как не включишь, один Жириновский. Все время Жириновский и все время большевики сволочи, большевики страну угробили, большевики страну угробили. Поэтому небольшой экскурс и по Васильевой, и по большевикам. Вот 4 июня 1917 года прозвучала знаменитая фраза, которую в Советском Союзе знали все. Есть такая партия. А что было там? Дело в том, что проходил первый Всероссийский съезд Советов. Он с 3 июня по 24 июня проходил, а председателем там был министр временного правительства Церетелли. И Церетелли рассказывает такую вещь. В стране это полностью хаос. Мы совершили величайшую революцию. В результате на данный момент в стране идет уже гражданская война, полная анархия. Крестьяне на селе занимаются самозахватом земель, громят помещиков, громят монастыри, церкви громят. Солдаты с фронта дезертируют с оружием, чтобы участвовать в этом переделе этой земли. Офицеры с фронта дезертируют, чтобы защищать свою собственность. Бардак. Все. Страна находится в хаосе. И нет такой политической силы, которая бы взяла на себя ответственность спасти Россию. Россия умерла. Ему ответил Ленин. Ленин ответил, который сказал, что есть такая партия, которая возьмет на себя ответственность за спасение страны. Не большевики ввергли хаос. В хаос ввергла революция февральская, где участвовали члены императорской семьи. И все либералы, они ввергли и привели. Гражданская война. Это министр, это министр внутренних дел, он 8 июня стал, а до этого он транспорта и еще чего-то там. Не важно. Главное, что он был министром временного правительства, и он председательствовал на этом съезде. Уже все констатировано, полностью констатировано. Страна находится... И Ленин заявил, есть такая партия. А дальше идет такой момент. Партия-то есть, а численность этой партии, численность партии большевиков была самой маленькой во всей стране. Но эсеров миллион, а большевиков в 18-м году, в 18-м году с эсерами, левыми эсерами, бундовцами, анархистами, троцкистами, меньшевиками, 300 тысяч. На март 17-го года большевиков в стране 24 тысячи. Причем, вот, например, на весь Казахстан, на территорию современного Казахстана, приходилось порядка 100 большевиков. Это к вопросу о том, кто устроил-то все. На момент июльских событий порядка 200 тысяч июльский кризис временного правительства, о чем чуть никогда все чуть не рухнуло, и гражданская война не заполыхала по полной программе в стране. Корниловский мятеж к этому. Так вот, и в конце 18-го, то есть за счет кого набрали? За счет всех применимших. А почему нужна была кадровая база управленцев? Есть понимание, есть желание спасти страну, а управленцев как таковых нет, значит, нужно вписывать те силы, которые устроили весь хаос внутри страны. максимально вписывать и перенаправлять их деятельность на благо страны. Вот этот Церетели после съезда в составе комиссии временного правительства едет в Киев, легитимизирует Раду, суверенитет Украины, произвольно передает часть чисто российских губерний под юрисдикцию этой Рады, а обвиняют в этом в развале страны, в суверенизации Финляндии и других большевиков. Это сделало временное правительство. Большевики взяли разваливающуюся страну, которую никто не хотел брать. Все смеялись, смешно им было, когда страна уже в гражданской войне и кровью вот сейчас захлебнется, что и произошло в последующем. Но вся тяжелая ноша упала на плечи большевиков. Большевики вытянули страну. Есть очень серьезный фильм, называется Чапаев, и он современному зрителю по-крупному непонятен. Выходит какой-то там темный крестьянин к Чапаеву, за спиной у которого стоит Фурманов и говорит, Василий Иванович, ты вот с мужиками тут кумекаем, ты за кого? За большевиков аль за коммунистов? И вот современные так скажем все политологи и прочее, не вникая в суть сказанного, смеются ха-ха, а что большевики это не коммунисты? Какой-то темный крестьянин не разбирается. Вот темные крестьяне то и разбирались. У них было четкое понимание большевиков и коммунистов. Они четко выделяли большевиков из коммунистов. А что мог сказать Чапаев, когда у него за плечами стоит коммунист Фурманов, который может расстрелять его? Он комиссар. У него власть политическая. И сколько таких командиров погибло большевиков благодаря комиссарам? Потому что они дали кадровую базу, которая ушла. Для управления государством нужны были люди образованные. А они дали. А как они проводили управление, мы можем судить по реальным делам. А дальше Чапаев выкрутился. я за интернационал. Но суть-то в этом. Вы за большевиков или за коммунистов? И партия большевиков существовала столько, сколько... А дальше было... Не все члены партии были коммунистами и не все коммунисты были членами партии. Так так вот коммунисты их проклинают. Вот сама Васильева она 43-53 год характеризует как самый лучший период когда церковь имела отношение с государством. Но кто это реализовал? Большевики! Большевики выражают концептуальную сущность русского народа. Большевики это реализовали, но кого обвиняет Васильева во всех прегрешениях? Большевиков! В 31-м году она вот переломный момент называет 31-й год. Так вот когда она приводит преступления большевиков она приводит Луначарского Троцкого этот господи учебник Петров нет не помню сейчас учебник истории неважно можно послушать и посмотреть по каким учебникам она что не знает что они все троцкисты они не были большевиками никогда они большевиками не были она как историк не может этого не знать но она занимается шулерством она наговаривает на невиновных приписываем преступления совершенно других людей тех людей с которыми вот почему в тридцать первом году сталин смог поставить вопрос и об отечестве в той мере в которой он смог поставить не мог он в полной мере прямо сказать но как мог он сформулировал и все сдвинул и о патриотизме и о развитии страны да потому что в двадцать девятом году троцкий проиграв вообще российскую дискуссию о профсоюзах был выслан из страны понимаете все с троцкистами разобрались вот на этом уровне и вставил дальше возможность вести дальше страну и в тридцать первом году сталин ставит вопрос не только об отечестве он ставит и об индустриализации он говорит мы россия отстали от передовых стран на сто лет и либо мы за десять лет пробежим этот период либо нас сомнут что такое десять лет для тридцать первого года сорок первый год мы пробежали страну не смяли мы разгромили фашистскую заразу в ее логове военным путем идеологически не получилось не успел сталин все хорошо но это же сделали большевики дальше большевики и в космос и подняли страну все что мы живем это все наработали большевики а дальше большевики в девяносто первом году какие большевики ты говоришь что у тебя вся подписка коротича огонек ты посмотри он кого клянет он большевиков клянет вы совершали девяносто первый год на волне изживания большевизма вам большевизм мешал развиваться вы большевиков клямили везде а теперь прошло какое-то время 25 лет опять большевики виноваты то есть тогда в девяносто первом году чтобы от большевиков избавиться вы страну развалили а в том что страну развалили большевики виноваты потому что это они развалили оказывается Тухачевский это был большевик не троцкист и прочее вы почитайте то что коротич писал ведь поднимали это на волну всех троцкистов всех большевиков затаптывали тогда в девяносто первом году чтобы страну развалить и сейчас то же самое опять но теперь говорят тогда большевики совершили государственный переворот и опять страну огрушили как вот смотрите ситуация большевики совершили февральскую революцию которая привела к войне уже в семнадцатом году гражданской летом нет виноваты большевики большевики отдавали территории развал страны да нет это вот от тот церетели член временного правительства ту же самую Украину отдал приписывает большевикам в девяносто первом году в девяностом году Шеварнадзе отдает водную акваторию Соединенным Штатам в нарушение всех законов Советского Союза в нарушение Конституции внутренних инструкций МИДа подписывает с Бейкером соглашение по которому отдал территорию а говорят это большевик он боровшийся против большевиков желая большевику большевики не хотели страну отдавать большевики страну собрали все что развалилось а теперь нам говорят это большевик Шеварнадзе оказывается страну разрушал сподвижник этого Горбачева Горбачев оказывается большевик но совесть то есть вот есть политическая конъюнктура когда нельзя говорить доброго в отношении большевиков но нельзя было говорить о неправоте марксизма Сталин восстанавливал страну на основе как бы марксизма вот поэтому и отечество он говорит раньше там не было отечество теперь оно у нас есть и надо восстанавливать и страну поднял и систему образования сделал и страна экономически развивалась ведь царская Россия не имела возможности развиваться вообще вот по планам глобального предиктора она должна была быть просто некая аграрная территория через которую идут новые транспортные потоки она почему должна быть такой чтобы не представлял никакой угрозы вот этим транспортным потоком чтобы не говорили ага по нашей территории идет великий шелковый путь будет наши условия по нашей территории идет север-юг будут наши условия вот чтобы этого не было России не должно было быть она должна быть никакой поэтому строили то на заемный иностранный капитал чтобы транспортные артерии принадлежали не России вот страна не развивалась была сельскохозяйственной у нас не было ни автомобиля строя ни двигателя строя ни авиа строение, ни химической промышленности, ничего. Все было создано большевиками. Большевиков клянут те, кто не может простить им того, что они спасли Россию, сделали ее великой и Россией не торговали. Большевиков обвиняют те, кто Россией намеревается торговать. Путин государь. Нельзя говорить доброго слова о большевиках. Но разве хоть раз он на них возвел напраслину, разве хоть раз он солгал? Поэтому у любого человека есть выбор, как сказать то или иное. А когда ты говоришь о делах большевиков и их обливаешь грязью, обвиняешь во всем, что произошло со страной, что сделали троцкисты, причем даже семейные связи, тех, кто разрушал страну в 17-м, году и кто разрушал ее в 91-м году, прослеживаются. А все говорят большевики. Это, понимаете, вот в русском поговорка есть, твоим же салом, тебе же по мусалам. То есть, вы, большевики, спасли страну. Вот спасибо вам, что капитализировано. И вам вот получите грязь уже от того, что вы спасли страну. А спасибо за то, что я теперь могу эту страну очень выгодно продать. Так вот, о Васильевой. Надо понимать ее отношение к большевизму и к большевикам. Сейчас это принципиальный вопрос реального отношения и реального патриотизма. Реального отношения к стране. К тому, что ты хочешь от России. Как ты понимаешь, как историк, вот этих вещей она не может не знать. Она там хвастается, что она и с теми, кто проводил антироссийскую линию, еще до того, как Сталин изменил, знакома была. И у нее есть все подшивки Коротича. Но если у тебя все это есть, ты зачем... Вот ну как вот после этого поворачивается язык говорить на большевиков плохо? Ты знаешь, кто разрушал в 91-м году? Ты знаешь, кто разрушал в 17-м году? Ты знаешь, что большевики страну вытянули тогда, когда ее уже никто вытягивать не хотел? Все смеялись. А почему? Большевики начали ее вытягивать. Страну разрушили не для того, чтобы большевики ее вытянули. Страна должна была распасться на множество мелких государств. А когда Ленин и большевики сказали, что есть такая партия, глобальщикам вынуждены были считаться с этим. Что если есть такая партия, есть такая сила, и она организована, пусть 20 тысяч, это потенциальная возможность. У тебя управление рухнет, если ты это движение не возглавишь и не исказишь. Вот поэтому-то они и хлынули. 20 тысяч большевиков в марте 17-го года, но сколько их могло быть настоящих большевиков? 30 тысяч, а их было 300 тысяч в 18-м году. И только ленинский призыв, который провел Сталин, смог изменить кардинальное положение в партии. Но даже это превалирование троцкистов и прочих антинародных, антирусских сил в рамках РСДРПБ, а они там все были, оставались и левыми, и сэрами, и анархистами, и троцкистами. Они не были большевиками. Деление внутри партии было. Она как историк не может этого не знать. И вот когда Сталин провел ленинский призыв, вот тогда изменилось, и тогда наступил 1931 год. Тогда была победа в дискуссии, которая привела к 1931 году и к победе в Великой Отечественной войне к космосу и к тому, что была создана такая экономика и супердержава номер один СССР. А вот смотри, а здесь получается вот и Церетели большевик, и Шеварднадзе большевик, большевики. Я вот просто реально когда вот что хочу сказать, когда вы сейчас смотрите и слушаете, обращайте внимание, что тот или иной аналитик, политический деятель говорит о большевиках. Сейчас это водораздел. Если он клянет большевиков, этот человек торгует Россией, он не хочет, чтобы Россия состоялась как великое государство. Потому что только большевики создали сверхдержаву номер один. И он знает это. Если аналитик наговаривает на большевиков, ну такой он аналитик. И он обеспечивает определенные вот эти вот направления. Вот такая ситуация с этим назначением. А то, что Васильева назначена, это хорошо. Очень хорошо. Сейчас РПЦ есть возможность, между прочим, с назначением Васильевой вернуться к тому вопросу. Будет ли РПЦ главной среди православных церквей? Получит ли она в свое управление паству Европы? Вопрос открыт. Только их политическая воля и следование в курсе управления государя может открыть им снова эти пути. это я спрашиваю, вы за большевиков али за коммунистов? не спрашиваю, Продолжение следует...